Ну что ж, дорогие зрители, я вас категорически приветствую. Не перематывайте начало, поставьте на ускоренное и послушайте. Естественно, спасибо всем, кто комментирует, ставит лайки, подписывается на канал. Еще больше спасибо тем, кто заходит на стрим и соблюдает правила чата, и самое огромное тем, кто донатит. Вам респект. Но сказать я хотел не об этом. Естественно, меня заебали просьбами сделать реакцию на этот, блять, видос, который длится час сорок пять. Блять, если я на шестнадцатиминутный видос МакКлауда делаю реакцию час, и за этот час донатов особо нет, то, блять, на эту хуйню я, блять, я просто, я не знаю, я, наверное, жизнь должен буду потратить, и в рот я ебал тратить ее бесплатно. Поэтому я сейчас сколько-нибудь посмотрю, ну, пока мне не надоест, посмотрим, может десять минут, может двадцать. И продолжение будет тогда, когда будет собрана сумма донатов. Я напоминаю, что у нас минута стоит двадцать рублей, здесь у нас этих минут шестьдесят, и еще сорок четыре, то есть сто четыре минуты. Вот, пожалуйста, то есть нужно, ну, две тысячи, давайте округлим хуй с ним, две тысячи рублей нужно на эту реакцию. Какой-нибудь донатер, если он хочет, может в одно рыло для всех все покрыть, либо, господа зрители, вы можете подкидывать, так сказать, в фонд этой реакции. Можно скинуть двадцать пять рублей, там, пусть будет плюс, то есть нужно кинуть внестримовый донат и подписать, плюс одна минута к преподобесию. Можно скинуть двести рублей, там, плюс десять минут. Можно скинуть пятьсот рублей и так далее, четыреста плюс двадцать. То есть я, как бы, предлагаю вам такую штуку, то есть, как бы, давайте либо по-честному все скидываемся, либо, соответственно, ну, извините. То есть тогда, ну, как бы, я не выклянчиваю, там, не выпрашиваю деньги, я озвучиваю условия, при которых я хочу вот этой всей хуйней заниматься, готов ей заняться. Ну, и, естественно, то есть я, там, сейчас, как бы, это сделаю, ну, первые десять-пятнадцать минут просто так, ну, если донатов не будет, ну, ладно. Но если будут, то они будут считаться за эти пятнадцать минут, как-то так. То есть это условия, при которых я это сделаю. Ну, нет так нет, то есть никого ни к чему, ни в коем случае не принуждаю. И, в общем, в любом случае, огромное спасибо всем, кто даже просто смотрит, я это ценю. Ну, блядь, ребята, я не хочу так много времени тратить почем зря. Вот, поэтому, поэтому давайте приступим. Преподобейся. Привет, друзья. Сегодня у нас с вами непростая тема для обсуждения. Я бы даже сказал малоприятная. Сегодня непростая, блядь, тема. Сегодня у нас непростая подача у человека, я бы сказал неприятная. Никакой радости во мне уж точно она не вызывает. Но об этом уже просто стыдно и приступно молчать. Преподобесия и преподобесы в 2019 году достигли своего апогея. Я хочу поговорить с вами о трем вариате преподобесного зла на российском музыкальном ютубе. Трех одиозных персонажах, которые своей деятельностью стараются опять загнать тяжелую музыку в России на дно. Убить только-только поднимающийся с колен металл в России. Многим из вас они прекрасно известны. Я расскажу вам, почему считаю одинаково токсично опасными для отечественной тяжелой музыки Леуса Хеллскрима и Фреда Гитариста, и о том, как они убивают металл в России. А также, почему благими намерениями миротворца из-за океана вымощена дорога в ад. Устраивайтесь поудобнее и запаситесь терпением. Нас ждет долгий путь. Готовы? Поехали! Одним из несчастий нашего времени было именно заражение гуманитариев структурализмом, принимая во внимание убожество средств, которые он предлагал. Нарисую вам аналогию. Система дорожных знаков не может учесть эстетику дорог. Нет в ней таких знаков, которые отличали бы прекрасные аллеи с лесными насаждениями от скучных шоссе. Структуралистический анализ семантически богатого романа – это примерно то же самое, что химический анализ. Риверка пизданул он себе на голос, бля, вообще, чувак. Супа или торта. Он позволяет определить текстуру химических связей, от которых… Слышно, прям, он позволяет, и там эхо такое, бля, чё за хвост? Действительно зависят вкусовые свойства, но для дальнейшей дифференциации химия не располагает достаточно сильными средствами. Теория групп, используемая в ядерной физике, позволяет прийти к некоторым заключениям, но они слишком неконкретные, недостатки… Вот, блядь, он час сорок четыре пиздит, и он вот так, вот все это время он будет такой же хуйню нести? Про Леуса, про Фреда, и, блядь, про гитарные истории, но, сука, не про ряженку, конечно же, блядь. Слышны для исследователей. В общем, получается так, что понятийно-убогая аппаратура не может должным образом распознать явления, которые богаче её в понятийном отношении, и не могут быть сведены к простым заключениям. Структуралист познаёт скелеты… Ты, блядь, можешь свою речь свести, нахуй, к простым заключениям? Чё ты, блядь, пиздишь вообще, ёпта, люди тебя смотрят после работы, пивко пьют? Блядь, ты какую-то хуйню им втираешь, ты чё, ебанутый что-то? Точнее, но красота произведения не является переменной, зависимой исключительно от таких скидов… Чё? Блит, благодаря астеологии можно узнать, были ли умуфицированные египтянки прямые ноги. Но нельзя узнать, была ли она красавица. Структуралисты никогда не хотели признать эту совершенно элементарную истину. Их упорство следовало бы направить на более достойное дело. Станислав… Твоё, блядь, упорство стоило бы направить на более достойное дело, нахуй, на умение понятными словами излагать хуйню, которую ты, блядь, придумал в своей голове. Чё за хуйня, чувак? Пиздец, блядь. За три минуты так мне мозги выебать. Это, блядь, ну это надо постараться. Я ведь трезвый. Из всей этой тройки, Леос Хэллскрим на первый взгляд кажется самым адекватным и компетентным профессором. Леос Хэллскрим кажется самым адекватным. Профессионал, чего стоит только одно его резюме. К примеру, вот это. Выглядит впечатляюще. Компетентным профессионалом. Чего стоит только одно его резюме. К примеру, вот это. У нас много хороших отзывов. Да, блядь, кто угодно может такую хуйню сказать. Поиграли с Children of Bodom. Ой, блядь, есть один у меня знакомый. Он тоже всяких, короче, привозил иностранцев и типа подписал, что мы выступали с ними на одной сцене. Он сам же их организовывал и сам же типа к ним присасывался. Ну, неплохая идея, кстати. CD was produced by Raymond Herrera. Да, блядь, ты просто пиздец богатый, поэтому CD был produced. Если бы я заплатил ему там 10 000 American Dollars, я думаю, он бы тоже был бы мне produced my CD, блядь. И если бы я вложил бы миллион, блядь, не знаю, там рублей или 2 миллиона, то я бы тоже был бы turned in Europe event to Los Angeles to record new EP. Только оно бы не отбилось нихуя, и ни на одном клипе не было бы, блядь, ни 100 тысяч просмотров, ни 50, ну 50 может и есть, но, блядь, 100 бы не было точно. Ну, типа это, ну, такое. Короче, блядь, ладно, срал. Выглядит впечатляюще. А если я скажу вам, что всё было далеко не так? Не так, как публичный господин Хацкевич это подаёт. Стоит только чуть-чуть внимательнее присмотреться к тому, что он говорит, и что он себе приписывает, как немедленно возникают вопросы. Но давайте по порядку. Свои первые маломальски заметные шаги Леонид Хацкевич сделал... Блин, у меня есть на этот случай... У нас сейчас появился новый мем в Лиге Плохих Гитарных Шуток на этот случай. Это кто-то вырезал из какого-то моего стрима. Это Леос! Бля, надо на донат эту хуйню поставить. Ладно, ну чё там. В рамках пауэр-метал коллектива Фолиант. В то время музыкант использовал псевдоним Леос Вон Драгон. За референс для группы был взят, что вполне характерно. Для середины нулевых найфиш. И не сильно отличался от многих других коллективов. О, я тоже играл в ебаной сим в пауэр-метал группе на клавишах. Было дело вообще, пиздец. У нас было... Блядь, какое-то суперебанное было название. Фатанте, блядь. Типа, впереди судьбы, там что-то такое. Фатанте, блядь, на какой-то очень кривой латыни. И это было... Ну, может даже... Ну, как так. Примерно так же, наверное. Может даже позорнее. За исключением навязчивого стремления Леонида добиться. Добиться того, что выделит Фолиант среди таких же коллективов нижнего эшелона отечественного металла. И он изо всех сил будет стремиться пиарить свой бель. Типа, вокалистка у нас, конечно, была не такая... Сытая, блядь. Объектив. Надо сказать, что именно тогда были впервые опробованы часть техник, которые в дальнейшем Леос будет использовать для продвижения финт. Или своей вокальной школы, или еще некоторых сторонних проектах, о которых мы поговорим чуточку позже. Пиздец. Вот от такого к вокальной школе, блядь. Просуществовала группа недолго, но за это время был создан и сформирован концепт третьего пока так и не вышедшего альбома «Финт», который, по идее, должен был стать дебютником Фолианда. Официально Фолиант развалился 9 ноября 2007 года, по словам Леоса, из-за того, что между участниками группы пропало уважение друг к другу. Ой, симфопауэрметалисты, особенно кто вот из России, это такие, блядь, вообще черти помоечные. Это просто, блядь, никогда... Ну, в общем, очень... Относитесь к ним прям очень настороженно, потому что прям... Короче, это вообще страшные люди. И лично к нему. Плюс ко всему, он один был вынужден лишать все дела коллектива, так что он в итоге предпочел распустить группу и создать новый проект с чистого листа, проявив при этом подход делового человека, изобретив своим бывшим коллегам использовать его музыку без согласования с... С ним, вплоть до преследования в уголовном порядке, спешно оформляя права на весь свой авторский контент, который, положа руку... Бля, походу чувак интересно сделал. Но он потом на Фреда будет залупаться, и мне придется быть адвокатом. Бля, не он, Леоса там ебет минут 50, походу. Вот где-то только там начинается про Фреда что-то. Вот. Потом что-то гитарная история... Ну, короче, больше всего он на Леоса наехал. Он просто как бы это... Решил все в одно. Кунасерца был типичной пионерией, что еще более умиляет. Следующим проектом для Леонида должна была стать фолк-метал-формация, получившая рабочее название Сонарокс. Музыканты даже успели сочинить кое-какой материал, но в итоге пришли к выводу, что лучше не стоит связываться с фолком. Это Леос! Идею играть мелодик дэт-метал в духе Inflames предложил ударник Данила Анисимов. Леосу предложение понравилось, и он принимает решение работать в данном ключе. Рождением Финт принято считать декабрь 2007 года. С самого начала существования коллектива навязчивый агрессивный пиар и пафос превалировали над творчеством, которое на дебютной пластинке было вялой и однообразной калькой с Inflames, записанной в ужасном даже до тех лет качестве. Но уже тогда в отношении тех, кто не проникся творчеством в Финт и делал справедливые замечания, проводилась характерная политика имени Юрия Шильникова. Оппоненты либо улетали в бан, либо объявлялись глухими и завистливыми ноунеймами. Леос же считал на раннем этапе становления Финт, что уже многого добился, причем, по всей видимости, он довольно часто употреблял это выражение в отношении себя любимого, что даже породил локальные мены. Сейчас в это сложно поверить, но период с 2008 по 2010 был самый успешный за все время существования коллектива. Да, ребят, ну на самом деле я... Поэтому вот из-за того, как это воспринимается людьми, я стараюсь теперь лишний раз не пиздеть о том, что ой, я, блядь, дохуя чего добился. Это типа, ну такое... То есть, во-первых, гордость реально не самое хорошее чувство, и ничего оно тебе полезного не дает. Во-вторых, это в глазах людей, ну в глазах кого угодно практически, это выглядит не очень. Поэтому... Не, я, конечно, нахуй, нахуй я чего добился. Но, но... Но все-таки... Ну, блядь. Лучше иметь какую-то вот самоиронию, конечно. Не, но хуесосов я тоже баню. Нахуй они нужны, блядь. Финт. Благодаря поддержке друзей, менеджменту и даже продюсеру, группа смогла всего за два года отыграть практически... Пусть к Маклауду идут, блядь. ...столько же концертов, сколько за все последующие 10 лет вместе взятые. Например, в 2009 году Финт, согласно информации в интернете, отыграли как минимум 20 концертов. А в 2010-м, после распуска группы и начинания с нуля, всего три. Но в чем же причина, спросите вы? А дело в том, что вначале Лео сработал с определенной командой людей, которые оказывали ему моральную и материальную поддержку. Ё-ку, какой маленький. С этим по ряду причин их дороги разошлись. А с их уходом дела Финт резко пошли под откос. Неэтично будет называть их имена, поскольку они не являются публичными лицами. Но имя одного человека... Блин, ну прям я не знаю. То есть он еще... Это же его женщина? Это же она? Она уже получается? Причина, спросите вы? А дело в... Это... Ну это... Та его подругой, да? Которая сейчас у него? Или это какая-то другая? Ребят, кто-то может подсказать? Я просто не могу прочекать. Типа вроде похоже, но... Кто... Кто шарит? У одного стрима... Блядь, пизду ненавижу. В том, что вначале Лео сработал с определенной командой людей, которые оказывали... Алло, алло, точенька, точенька. Где, где? В Караганде. ...эму моральную и материальную поддержку. Но затем по ряду причин их дороги разошлись. А с их уходом дела Кринт резко пошли под откос. Неэтично будет называть их имена, поскольку они не являются публичными лицами. Но имя одного человека можно озвучить совершенно спокойно, без зазрения совести. В свое время эта личность оставила глубокий шрам на отечественной тяжелой сцене. Встречайте, Анжелика, она же Анжела Кипелова. Фамилия, по всей видимости, псевдоним, поскольку в родственных связях с Валерием... Это гитарная Анжела, ребят. ...эксандровичем замечено не было. Кипелова прославилась в первую очередь как рок-журналист и экс-редактор журнала о тяжелой музыке Dark City. В свое время она организовала от имени журнала проект выпуска двух DVD-сборников с 700 командами на каждом из них. Цена размещения одной композиции была 7000 рублей, по воспоминаниям современников. Кипелова... 7700 композиций. Так. А, 5 лямов всего, ну... ...делала обещанные пластинки. Чисто на хату себе баба решила собрать. ...пластинки и даже выпустила их в свет. Но с одним большим нюансом. На сборниках не были указаны ни названия коррективов, ни песен. Потенциальным слушателям оставалось только... А как ты это, блядь, сука, уложишь, блядь, 700 названий на диск? Что же это сейчас прозвучало? Главный редактор Dark City Андрей Корюхин, за спиной которого был сделан этот проект, в итоге попал на деньги. А сама Кипелова, сделав несколько пластических операций, уехала то ли работать экскурсоводом в Египте, то ли жить на Кипр. Не суть. Пиздец. Вот же жучка хитровыебанная. На ранних этапах становения Финт, эта замечательная женщина помогала группе. В рамках промо-компании Кипелова очень пылко и яростно писала рецензии о том, что Финт это настоящий прорыв в мире мелодик Дэта. Её нисколько не смущало то обстоятельство, что музыканты, по сути, издали под видом дебютного альбома материал по уровню качества равный демо. А сами музыкальные идеи были очевидными реминесценциями с творчества In Flames. Впрочем, как и лейбл Iron, решивший официально выпустить свет этот сырой материал. Надо сказать, что в то время, по какому-то странному совпадению, все российские релизы, выходящие на IronD, журнал Dark City хорошо пиарил. Кого-то больше, кого-то меньше, но никто не оставался обделённым вниманием. Оцените же вот это прекрасное, ангажированное интервью Анжелики Кипеловой с коллективом Финт. Мелодик Дэтовую группу Финт сегодня не знает только ленивый. Группа ВКонтакте зашкаливает за 10 тысяч человек. Количество концертов в год бьёт всемыслимые и немыслимые рекорды, каждый раз собирая сотни поклонников горячего металла. Участников группы узнают в метро и на улице, а финские коллеги-гурманисты цокают языками. Мы же простые наблюдатели за жизнью светской металлической тусовки, не перестаём удивляться другому па... Светской металлической... Свинской, наверное, опечатывается. Свинская металлическая тусовка, блядь. Сука, будем так называть теперь. Свинская металлическая тусовка. Почему, в отличие от Запада, который мы так все активно нахваливаем, наша собственная общественность так злобно и завистливо реагирует на бешеный успех... ...отдельных коллективов. Не проходит и дня, чтобы не было высказано что-либо нелицеприятное по поводу издания на Айронд альбома группы The Blooming Trimble, по поводу непатриотичности англоязычного материала. К тому же, собранного и светённого в лучших традициях Скандинавиан Эдишн. А уж сколько яда с клыков накапали относительно поступившего группе приглашения сыграть на одной сцене с Children of Bodden. Всех подвальных крыс переморить можно одним сеансом. Как же так получилось, что без волосатых лап за спиной, без огромного опыта, напряжённо-бесплодной работы, всего за год этим... Так кто-нибудь, ну, подскажет, вот та бабища это та или нет? То есть, прикиньте, ну, прям, если она, получается, ещё с тех каких-то просто сжухлых времён с Леосом, то прям, ну, всем бы таких бабищек. Товарищам удалось стать победителями соцсоревнований и рекордсменами переходного периода нет никого. Да самое... Откуда они взяли 700? О, я помню, что-то такое было в те времена. Взяли, чувак, ты думаешь, лохов мало. ...взвестный мелодик дэд-метал группы России. А ведь в их успех откровенно не верили до последнего. Их невероятный взлёт старались не замечать. Их музыку по инерции называли закосом под чего-то там финского разлива. Только жизнь зачастую всё расставляет по местам в полном соответствии с законами. Справедливости и воздаяния. По подвигу и наградам. Думаю, хватит. Ссылку на полное интервью яско... Блять, как интересно, сука, нихуя себе. Бля, ну... Нет, всё равно донатите, кто смотрит записи. Но интересно, да. ...в описании, прежде чем... Блять, и причём, сука... Вот опять же придётся двойные стандарты, да? То есть мне как бы надо будет Фреда защищать по-любому. Он... Приступить к его чтению, настоятельно рекомендую ознакомиться с дебютником Финн и выступлениями коллектива тех лет, чтобы прочувствовать эту лифт. Ну, типа, прям вот, блять, мне интересно. Если он также про Фреда что-то нарыл, то это будет прям удивительно. И с другой стороны, если он настолько прикольно про Леуса, кучу прям вот таких каких-то забавных, смешных исторических фактов надыбал, и типа, неужели он про Фреда тоже крутое что-то сейчас скажет? Блять, прям... Ну, это прям такая интрига. Ну, я... И не забывайте, что в то время в схожих направлениях расцвели Эверлост, лидер которого сейчас вышел на европейский уровень, работая в UDO с самим Уто Диркшнайдером, Террор Инсер, Сферстан. Смотрите, это Гарик Харламов, ребят. Это же Гарик Харламов, блять. Гарик, ты чё? Какой Уто Диркшнайдер? Твою жену ебут в фильме Текст. Вот с самим Уто Диркшнайдером, Террор Инсер, Скартаун, Аматер, Стигмата, наконец. Все они на несколько голов были выше Финн. Нет, ну что-что, а пафосов Финн было не занимать. Остальное, правда, безбожно хромало. В какой-то момент Леонид и сам поверил в собственную значимость и в успех коллектива, иначе чем можно объяснить его непонимание того, почему... Блин, вообще прям как будто статью на Лурк Мор, прочитаю про Леоса, ну-ка. Прям такие вот, типа, поверил в собственную значимость. А, портал не осилили. Бля, пиздец, хочу, чтобы про меня написали на Лурке статью какую-нибудь. Но только чтобы это делали не хейтеры прям Фреда какие-то, ну а чисто вот прям в классическом лурковском стиле. Там, типа, чтобы меня там троллили, там, за всякую хуйню. Типа, блядь, ну как там делают? Ну, по-моему, это было бы очень смешно. То есть всегда, когда я читал статьи про какого-то конкретного человека, там, ну, типа, вот там... Тролль, лжецы, девственник, там, вот эта вот вся хуйня. Не еврейский, расовый ржит, несмотря... Ну, там, блядь, пиздец, хочу, чтобы про меня на Лурке сделали статью. Блядь, это и вообще... Надо стать значимым. Только ради этого я хочу стать очень популярным, чтобы про меня на Лурке написали. Типа, там, какой-нибудь, короче, блядь, анальный Лурка-йоп, там, ну какой-нибудь, блядь, пиздец. Вы шарите. Получились многие из музыкантов, узнав о том, что они будут разогревать Пейнт. А зачем через год Children of Bodom? Действительно, группа без Году Неделя, отыграв всего ничего приблизительно 5 концертов, получает приглашение разогреть самих Пейнт. А затем уже и Бодомов, и Норзов. Естественно, все обвинения в купленном разогреве Леус пока еще фон Драгон от... Это Леус! ...отвергал, но постоянно путался в показаниях. 23 мая 2009 года на форуме mastersland.com Леус в ответ на вопрос «Сколько стоит разогрев у Children of Bodom?» отвечает, что... Ты сколько? Сколько это стоит? Это конфиденциальная инфа. То есть косвенно подтверждает, что Финт выступает не по личному приглашению Алекси Лайха или еще кого-нибудь. Но уже 27 июня 2009 года в личном дневнике на портале Dark Diary сокрушается, что, мол, почему-то у нас музыканты не могут порадоваться друг за друга. И опровергает информацию о том, что разогрев платный. Новая версия гласила, что Финт получили приглашение от финнов изначально, но платить ничего не пришлось, что только, по его мнению, подстегнуло конкурентов. И не стесняясь, между делом называет 90% музыкантов «жлобами». А 17 сентября 2009 года на том же портале Dark Diary.ru, но в дневнике Fint Band, легенда обретает новые подробности. Оказывается, после того, как Леус вон Драгон передал дебютник Финт по просьбе звукорежиссера Анси Кипа через ударника Тудайфо, и начался весь замут. Во время застолья у Кипа первыми испытали культурный шок от творчества Леуса вон Драгона и сотоварищей Норзер, а затем Children of Bodom. Да так, что приняли решение пригласить Финт на разогрев. И только потом появляется условие, что если есть коллектив, который заплатит выше указанной суммы, то Финт снимут с разогрева. Если нет, то коллектив играет. И получилось так, что поскольку никто не заплатил, Финт попала на разогрев бесплатно на абсолютно дружеских условиях. Напоминаю, друзья, просто включите дебютник. И представьте, что могло там так сильно впечатлить финских профессионалов. Если есть версии, смело пишите в комментариях. Да и вот, просто посмотрите, как звучала группа Финт в то время живем, и подумайте, кто будет приглашать бесплатно на разогрев звездного коллектива каких-то пионеров. Смешно просто звучит. Ну, то есть вот... Вон там организатор. Вот такой же вот лежит, сейчас спит. Походу уже, да? Ну, это просто, ну вот, блядь. Это просто бред. Кстати, разве что, если им дали, там, не знаю... Ну, то есть, как бесплатно, допустим, вот вам 50 билетов продавайте, ну, а так бесплатно. Вот на таких условиях, да. Ну, то есть, как бы... Как это? Условно бесплатно. Или вот вам 30 билетов, там, по 1000 рублей. Ну, то есть, может быть, они продавали билеты на Children of Bodom, ну, как бы, как на себя, и вот, как бы, на Children of Bodom. Вот такое я готов поверить. И тогда, может быть, как бы, условно получилось, что бесплатно. Ну, ну, это, ну, не знаю, блядь. Только так, разве что. Относительно дружеских отношений между Финт и Children of Bodom. Ну, чё, ребят? Несмотря на то, что Лайхо выжелал, по словам Леонида, увидеть Финт на разогреве, ни одной совместной фотки у музыкантов нет. Лео... Тоже интересно. Короче, до 15.05, ну, прям до 15-й минуты досмотрели. Ребят, интересный видос, интересный, но понимаете, что я, конечно, как бы, жажду донатов, и я буду очень благодарен тем, кто, значит, вкинется. Все остальные, кто, собственно, по тем или иным причинам не готов вкидываться, значит, в контент Моисея Великанова как-то донатами, я надеюсь на вашу поддержку, на ваши комментарии, лайки, на вашу какую-то активность. Ну, то есть для того, чтобы, не знаю, в рекомендации все это пошло как-то для того, чтобы кого-то из донатеров, может быть, этим заинтересовать, или чтобы новых людей привлечь, которые будут готовы уже на это задонатить. Как-то так. Я не знаю. Ну, на самом деле я и сам хочу. Может быть, ну, посмотрим. Ну, блин. Ну, я бы и сам хотел это делать, но я очень хочу, чтобы мое время все-таки отбивалось. Вот. И, в общем, огромное всем спасибо. Видос пока что как бы попахивает интересным. Значит, ждите стримов. Всем мое почтение, добра и до новых скорых встреч. Смотрите другие видосы. Огромное количество интереснейшего, реакционного, ну, может быть, неинтересного, конечно, но вот такого. Вот такого вот. Огромное количество всякого говна на моем канале в открытом доступе бесплатно есть. Наслаждайтесь. И буду очень рад, не знаю, вашей активности вам на стриме. Видос заканчиваем на этом. Стрим пока что продолжаем. Продолжение следует...